всем привет сегодня начинаю снимать вышивальную неделю начну ее снимать субботы потому что ну чтобы выходной смонтировать и выложить следующий выходной в общем конкретно на каждом дне и останавливаться не буду говорить воскресенье понедельник вторник ну в общем понятно будет что это фрагменты собранные за неделю в общем что у меня вышивалась на предыдущей неделе это икона я показывала уже в трансляции а николай чудотворец я эту икону вышивала в подарок поэтому на неделе на этой неделе мне нужно будет обязательно ее оформить возможно и вас возьму с собой багетную мастерскую но я уже показывала в какой багетной мастерской я оформляю ну может быть вам интересно будет подбор рамок но в общем постараюсь вас тоже взять с собой главное камеру не забыть и вышла вот такую матрешку от фирмы жар птица вышла только переднюю половинку заднюю я еще часть не вышла и нужно мне сделать бэк но но что-то не хочется мне сегодня делать бэк поэтому я наверное пока переключусь на другой процесс а потом среди недели а сделаю бэк и начну вышивать вторую половинку вышивать ежедневно на пластиковой конве мне не хочется я хочу чередовать процессы и вот смотрите я вышивала бисером затем вышивала на пластиковый канве и сейчас мне хочется повышивать она аиде но причем на мягкой аиде чтобы повышевать в два прокола да иногда я вышиваю в один прокол иногда мне хочется повышевать в 2 прокола и именно такой процесс у меня есть я сейчас покажу какой процесс я буду вышивать в два прокола вот соскучилась я по своей эсмеральди и по наборам золотое руно а здесь как раз два игр таида 16 каунта и если ее не туго натянуть на ней очень хорошо можно вышивать в два прокола вот сколько у меня уже вышита но это даже не половина картины это всего лишь 1 4 картины она большая большая сейчас вам скажу размер 43 на 29 и в общем на 30 43 на 30 полная зашивка очень красивая картина и как раз мне нужно было повышивать фон и я его вышивала вот как раз я вышивала где-то его два вечера что такое здесь ты кочеврежешь чего-то свой хвост суешь все играть пришел ребенок тихо сидеть и чё это значит вот видите что творится по заднице получишь уйди все угомонился звезда хотела в кадр звезда экрана хотела в кадр увидела я камеру взяла ему нужно прям под камеру лезть в общем что я на вышивала за два вечера не ну чё это за концерты я не пойму вот столько я вышила за два вечера где-то 1 2 3 4 5 6 6 квадратов это получается 600 крестиков вышивала как раз в два прокола здесь очень много зеленого фона вот видите сколько зеленого фона дальше будет голубое небо с цветочками но что хочу сказать меня не утомляет вышивать этот зеленый фон наоборот какой-то релакс расслабление такое и шпаришь как раз в два прокола но что хочу сказать когда я буду вышивать лицо я конечно же не буду вышивать в два прокола буду вышивать в один прокол поскольку у меня крестики в один прокол получаются намного курят аккуратнее чем в два прокола я не знаю с чем это связано но это у меня так у других девочек и в два прокола также получается но у меня бывает иногда не всегда аккуратные ну хотя в принципе нет есть только единичные крестики на макросъемки если смотреть в принципе в основном все равно нормально нарезка ниток у золотого руно короткая приходится брать по две ниточки потому что вот эти большие участки вышиваются также здесь много блендов бленды тоже по одной ниточке мы вытягиваем и вот такая у меня получается изнанка еще раз сделаю акцент что я не уделяю внимание изнанки я не стремлюсь ее сделать идеальный а я ее просто по максимуму стараюсь делать аккуратный без больших узлов чтобы не было каких-то бугров но и маленькие узелочки я делаю когда беру две нитки а то есть если я складываю нитку вдвое закрепляю петелькой если петелькой не закрепляю то по настроению иногда могу делать узелочек иногда могу закреплять микро стежком но когда я заканчиваю вышивать рядочек то закрепляю я всегда микро стежком то есть узелком я не закрепляю узелком я закрепляю только на пластиковой конве и на деревянной на аиде я стараюсь закреплять микро стежком не всегда они у меня получаются микро иногда вот кое-где они видны но стараюсь конечно стараюсь делать так чтобы их было не видно не всегда у меня это получается я еще заметила на разном крестике по разному на каждой ячейке на каждой ячейке не всегда получается микро стежком то есть если на 1 вот на одном квадратике мы можем закрепить нитку и и будет не видно то квадратик который рядом там будет видно то есть переплетение разные и главное попадать между переплетение я не сразу понимала этот эффект вот допустим да вот между переплетением если попасть то микро стежок будет не видно а если не попасть то видно ну в общем нужно хорошее зрение иметь чтобы так прям аккуратненько все закреплять но опять же это если приглядываться на детали обращать внимание если бы я это ничего не рассказывала и не говорила ричард прекрати да что ж такое сегодня активный вот то в принципе вот я вам показала работу то никто бы ничего особенно не заметил вот так же как и на изнанке я не скажу что она прямо очень очень ужасно у меня кстати есть работы с идеальной изнанкой я умею это делать но принципиально не делаю потому что эти работы будут оформлены уж такие картины большие тем более будут оформлены вы знаете я так хочу вышить хотя бы несколько репродукций чтобы у меня были какие-то большие картины но потому что у меня с полной зашивкой больших картин нет вот допустим картина которую меня дома висит здесь не полная зашивка хотя она тоже большая 30 на 40 а вот эта картина большая на 16 конве вышивается 35 на 55 по моему размер но вот тоже не полная зашивка но мне хочется именно репродукции картин как в картинной галерее но в общем у меня нет пока ни одной такой картины и морально я к этому готова а ну вот как-то на все не хватает времени летом вышиваю маленькие процессы потому что прерываюсь много сейчас времени не могу уделять вышивки поэтому как-то в приоритете маленькие процессы всю кровать переверну в общем сегодня на планирую еще повышевать но не фон вот видите я вперед иду здесь вверх да хочу сейчас продвигаться вот сюда вправо чтобы картина была ну вот так уже завершена не на одну четвертую а например на одну треть поэтому двигаться буду в эту сторону а сейчас сниму пяльца передвину их и начну вышивать дальше и завтра покажу вам а какой кусок у меня уже вышел сына сколько я продвинулась калина здесь устроила художественную мастерскую алина что это такое экзамену готовлюсь экзамену что за по художественному образованию ну-ка еще что-то нарисовала лошадки ну надо папку сделать рисунками рисунками это портрет дерево что коляк и валяк это мы тренировались мазки разные делать алина не ест вкусняшку выпрашивает алина рисует а не ест ты думаешь ричард когда садятся за стол только для того чтобы поесть все алина доделала все пятерку теперь получишь молодец вот я до вышивала фон как раз вот дошла до кофточки смотрите сколько получается у меня вышито это уже больше чем одна четвертая вот здесь заканчивается юбка вот здесь правда чуть-чуть еще надо вышить но вот уже начала я кофточку и фон уже чуть выше захватила то есть фон у меня вышит вот до этих пор но в принципе нормально я сегодня повышивала не утомили меня зеленые нитки не знаю почему думала фон будет вышиваться очень нудно но как ни странно не утомил и вы знаете хочу продолжать дальше что-то не хочется мне пока делать бэксич на матрешке так меня затянул этот процесс хочется продолжать и продолжать не знаю а насколько меня хватит но посмотрим когда я устану от этого процесса и переключусь на другой пока этот хорошо продвигается буду вышивать этот процесс вы знаете когда несколько процессов очень долго привыкаешь к схеме к потом ее не берешь например пару недель и отвыкаешь то есть потом опять нужно чтобы глаза привыкли к другой схеме уходят на это но небольшое количество времени но все таки вот сейчас хочется мне вышивать именно этот процесс поэтому буду продолжать а тем более что вот дальше будет интереснее лицо волосы небо ягоды а там уже будут будет еще больше цветов вот здесь и так очень много цветов в этой работе ну обалденная картина очень нравится мне и готовый результат и сам процесс я видела эту картину в готовом виде я на мне одарила этот набор и сама же я на вышивала эту картину показывала мне ее готовую она просто обалденная так а здесь то у меня вышито а до вышит я забыла даже вышивала я вот эту часть или нет в принципе здесь у меня практически все вышито вот чуть-чуть небольшие фрагменты на юбке не зашито а так в основном вышито бэкстича нет поэтому когда до конца я все дошью уже это будет завершенная работа с бэкстичем это еще не завершенная работа когда все крестики вышлишь там еще нужно потрудиться а вот то в золотом руно вся прелесть в том что заканчиваешь последний крестик и все ура работа готова ну вот здесь есть своя прелесть ну что я хорошо уже повышевала эсмеральду и теперь хочу сделать бэкстич на матрешке я думаю пришло время нужно наконец-таки доделать бэкстич и приступать к вышивке второй страны но сейчас к концу недели много работы на даче тимур приехал с вахты когда он на вахте я больше вышиваю когда он дома то мы куда-нибудь ездим и поэтому намного повышевать у меня не получается но хотя бы сделаю бэкстич очень красивая девочка даже без бэкстича она мне нравится такой красивый веночек цветочки но знаете очень боюсь делать лицо одно неловкое движение и будет лицо какое-нибудь перекошенное ну ладно я надеюсь у меня все получится очень надеюсь что вы не испугаетесь то что у меня получилось мы скоро с вами увидим все сделала я бэкстич в принципе сделала быстро ушло у меня на это чуть больше часа вот здесь вот зеленые веточки это бэкстич в две нити а черный бэкстич в одну нить здесь его не так много самое сложное было лицо но в принципе здесь все по клеточкам я не скажу что прям очень было сложно и вроде она у меня получилось симпатичная но в общем вот так первая половинка готова остается вышить заднюю половинку а я уже показывала что канва здесь у меня прозрачная но девочки писали в комментариях что у них есть такие же матрешки и там белая канва вот мне интересно в разных наборах одинаково или разное дело в том что у меня все четыре есть матрешки мне интересно я сейчас посмотрю какая там канва хотя я покупала в одном магазине всю эту серию и возможно вся эта партия она была одна и наверное везде прозрачная но я вроде привыкла конечно конечно на белый я больше люблю вышивать но ничего в принципе тоже привыкла нормально у меня много наборов от жар птицы я показывала отдельное видео о своих запасах очень плохо что здесь невозможно посмотреть канву вот так нужно обязательно обязательно распечатывать все наборы все конечно же распечатывать я не буду сейчас посмотрю только матрешек смотрите что интересного я обнаружила а вот в этих матрешках в двух идет прозрачная канва а вот в этой матрешке белая вот видите отличается как это белая это такая полупрозрачная ну в общем в одной матрешке у меня вот такая канва очень плохо что сбоку не видно конечно какая канва может быть для кого-то есть принципиальная разница но я не скажу что для меня принципиальное если бы я увидела что разные не знаю купала бы я или нет наверное купила бы вот ну в общем имейте ввиду для тех для кого принципиальная разница я не знаю как отличить какая канва в наборе то есть набор запечатан и абсолютно не видно этого девочки а руки то чешутся в общем я распечатала вот эти все наборы здесь везде у меня идет белая канва и вот в этих двух наборах в одном прозрачная а в другом белая вот в этих снеговичках то есть получается почти все мои наборы на белой канве только вот три матрешки и вот этот один снеговичок ну в общем вот так такой неожиданный сюрприз я не помню показывала ли я вот эти наборы а когда снимала отдельное видео мои запасы от фирмы жар птица сейчас вот перебирала наборчики и увидела вот эти два в общем видео пересматривать я свое не стала не знаю есть там или нет ну вот вам хочу показать что еще у меня есть две вот такие солушки красивые я их покупала в магазине радуга вышивки у воли когда магазин еще был здесь рядом со мной и когда оля переезжала у нее была большая распродажа наборов 40 процентов скидка и я взяла вот такие две иконы это вышивка бисером здесь практически полная зашивка кроме лика такие довольно таки увесистые наборы и размер приличный 18 на 22 я уже вышивала вот такие вот наборы от фирмы русские искусницы по-моему это русская искусница да это она у меня есть уже готовые работы от этой фирмы очень красивые получаются ну и в общем они вышли чуть меньше тысяч рублей и в общем то это очень хорошая цена для таких больших икон и я в общем то купила пусть лежат в запасе а когда-нибудь они мне пригодятся сразу конечно же я все не вышью но постепенно буду вышивать в любом случае очень хочется чтобы у меня были вот эти наборы если мне не пригодятся то дочка потом вышьет здесь бисер чешский очень хорошая комплектация в общем надо брать 40 процентной скидкой теперь продолжаю вышивать эсмеральду очень много я продвинулась это уже вот здесь вот вот эта вот часть вот так кофту я вышила в общем очень много я вышивала на этой неделе сейчас распяливать не буду немножко еще вышью и тогда сниму пяльца и вам покажу в общем покажу в конце недели отчет я не знаю в ближайшие дни удастся мне повышивать или нет мы будем ездить на дачу но возможно я оформлю икону от фирмы новослобода и тогда вам покажу все вместе но не знаю успею ли на этой неделе это сделать но в любом случае даже если не покажу на этой неделе значит вы все это увидите на следующей я приехала в свою любимую багетную мастерскую арт мастер девочки оренбургские у них есть сайт девочки у них филиал еще есть в армаде ну набирайте в интернете арт мастер и там есть у них сайт и адрес все написано я привезла оформить икону икону буду оформлять в короб вот как здесь рекомендуют здесь висят образцы вот это посветлее вот это посветлее да давайте вот так да вот так хорошо просто девочки здесь на стекло антибликовое вот написано скидка 70 процентов это на бисер плохо это на фото оно более мутное а на бисер если как бы позволяет финансовое то лучше конечно музейное то есть стекло есть обычное есть антиблик и музейное да вот три вида стекла нету там цельные рейки вот один кусочек видится разница обычное стекло и музейное ага это что-то творится по разному угламе то есть очень хорошо заметно а я вообще все оформляю под обычное стекло а вы можете сказать вот разницу допустим сколько будет стоить обычное стекло и сколько музейное вот видите девочки здесь образцы можно приложить и посмотреть как будет смотреться работа с разными видами стекол так с обычным 712 наверное 855 музейное ну то есть разница небольшая получается работа маленькая у меня там разница получается где-то на 100 рублей так ну-ка сейчас еще раз посмотрю как с музейным позвольте пожалуйста да она карта да под разным углом по разбудке очень хорошо давайте с музейным да стекло да девочки это цена с учетом моей 5-процентной скидки у меня скидка постоянного клиента есть вот а сейчас даются эти карты нет постоянного клиента пока нет это скорее всего к новому году теперь будет к новому году хорошо а девушка у вас еще такая вроде услуга сейчас есть срочное оформление есть но уже 20 минут до закрытия а как это то есть сколько доплаты 100 рублей то есть в течение часа вы заберете понятно девчонки представляете кто приезжий из области вы можете приехать 100 рублей доплатить и при вас сразу эту работу сделают очень удобно здесь натяжка да просто натяжка это просто была бы рамка чтобы и сейчас бы успели а там натяжка ну мне не обязательно я рядом живу просто с области у меня много зрителей и они интересуются вот я оформляю на 8 марта 35 в центре города находится очень удобно девочки здесь еще вот есть витрина с готовыми рамочками вы можете купить готовые рамочки если вы сами оформляете они здесь недорогие маленькие есть и по 30 рублей 50 70 рублей ну в общем вот эта багетная мастерская это просто находка для наших рукодельниц вот здесь очень-очень большой выбор вот девочки угол 8 марта и переулок сакмарский прям в подвал спускаетесь моя работа будет готова в среду потому что я уже под закрытие приехала и за срочное оформление не доплачивала но я живу здесь рядом единственное что вы не увидите готовую работу в этой вышивальной неделе я покажу ее на следующей неделе привет всем решила показаться в камеру за всю вышивальную неделю я ни разу не показывалась потому что я либо на даче либо дома в домашних условиях снимаю ну вот приехали на дачу очень жарко у нас где-то 32-33 и это в тени на солнце еще жарче поэтому я сижу в домике и вышиваю начала вышивать вторую половинку матрешки ну как-то медленнее стала продвигаться вышивка в такую жару не хочется не работать но вышивать конечно дом под кондиционером хорошо но я уже говорила очень устала шея в общем нужно отдохнуть много вышивать вредно вот поэтому как-то к концу недели я замедлила темп вышивки вот и вот сейчас мы с вами заезжали в багетную мастерскую не получилось у меня приехать пораньше потому что мы как раз по пути ехали на дачу и заехали в багетную мастерскую если бы я заехала немного пораньше то можно было бы подождать и при мне бы оформили работу но мы ехали с Ричардом Тимур с Ричардом сидели в машине вот поэтому как-то сидеть с собакой в багетной мастерской и ждать работу это немножко как-то нехорошо вот поэтому ну а в машине сидеть жарко нужно постоянно было бы гонять кондиционер в принципе я живу рядом с этой багетной мастерской вроде на следующей неделе обещали не такую уж сильную жару работа будет готова в среду и нужно будет мне ее забрать если будет такая жара то я не знаю конечно если только утречком пораньше сходить забрать но я не люблю просыпаться утречком рано тем более выходные ну в общем в общем вот такие вот дела я покажу я покажу насколько я вышила матрешку вот сегодня еще немножечко повышеваю вот и покажу вам насколько я продвинулась а также когда приеду домой покажу вам эсмеральду я в эти дни вот последние два дня ее не вышивала но я вам обещала что я разверну работу и покажу сравнение сколько за неделю я вышила в начале недели и сколько в конце недели я вам постараюсь туда вставить фрагмент из то что было в начале и то что в конце чтобы сравнить можно было кстати в комментариях читала зрительница писала что ей не нравится слово вставить фрагмент девчонки а какое еще может быть слово каким словом можно заменить слово вставить именно так и называется фрагмент или фотографию вставить как еще вмонтировать как как вклеить ну в общем когда речь идет о видеомонтаже то как раз слово вставить это единственное слово которое более-менее сюда подходит поэтому я вам вставлю фрагмент вот девчонки у нас небольшой дачный домик здесь более-менее прохладненько сделаю вам вставку девчонки мне смешно но реально в компьютере даже есть команда называется копировать вставить вырезать вставить другого слова в русском языке нет поэтому когда речь идет о видео о фото ну тут вставки конечно же вот такая вам вставка где я сижу вышиваю здесь у меня вот кресло но домик у нас еще не отремонтирован тут еще мебель вот у нас не собрана нас ждет когда мы наклеим обои и соберем мебель но я вот так себе здесь оборудовала место вот кресло и лампа в принципе что мне еще нужно для вышивки кресло лампа и телевизор вчера вечером такой интересный был триллер и как раз у нас грядки поливались а мы с тимуром смотрели здесь фильмы я вышивала вышла на улицу вам поснимать здесь хорошее освещение и поднялся ветер для работы-то ветерок это хорошо а вот для съемки не очень в общем вот настолько я уже продвинулась смотрела вчера триллер интересный старый какой-то триллер там играет Анжелина Джоли вот ну какой-то старый триллер был ну в общем интересно и вот так прям я увлеклась и вот столько вышло представляете это столько я вышла пока смотрела фильм где-то ну сколько два часа наверное фильм шел я два часа вышивала и вот так у меня быстро почему-то эта работа продвигалась единственный косяк я так увлеклась фильмом и вот видите здесь в середине использовался светло-желтый цвет а я использовала светло-бежевый я не знаю насколько это заметно на камере но переделывать я ничего не буду единственное знаете что смешно это задняя половинка как будто она села она насела на что-то и у нее сзади пятно в общем я не знаю когда полностью вышью я дам Алине эту работу и скажу Алина посмотри видишь какой-нибудь косяк или нет по сути кто не знает может быть этот косяк будет незаметен но я-то знаю и мне смешно в общем вот такое прям получилось пятно вот ну что Ричард жарко пойдем в домик вышивать знаете что интересно когда Тимур работает в огороде а я вышиваю в домике Ричард всегда лежит рядом со мной ему больше нравится вышивать чем в огороде копаться он либо в мячик хочет играть либо со мной сито вышивает в общем без мамки никуда вот сейчас хочу посмотреть под другим углом освещения девчонки ну реально как будто как будто она прошу прощения написала у нее пятно девчонки ну это меня извините за такой юмор но как еще сказать все таки я буду распарывать сейчас вот подумала я посмотрела посмотрела еще раз с другой стороны с другого бока я все таки распарю я то знаю об этом и мне то все равно будет каждый раз смешно ну в общем такая случилась неожиданность когда смотрела страшный триллер видимо ей тоже было страшно поэтому так получилось я не специально пока Тимур там траву скашивает я в домике села решила выпороть этот цвет детской неожиданности вот у меня в коробочке с собой есть порка и как раз она мне пригодится ой кстати вот вышиваю всегда на природе и на даче и вижу здесь в коробочке какая пыль нужно тоже как-нибудь взяться все это протереть ну вы же видели да то на природе вышиваю то на даче а на даче работы много не до коробочки наверное когда будет плохая погода я дома засяду и тогда вот этим займусь сегодня понедельник обещала девчонки выходной вам выложить вышивальную неделю но выходные у нас были заняты они были у нас веселые мы проводили время с родственниками сегодня вот приехали на дачу смотрите смотрите у нас сегодня 35 это вечером днем было 38 нужно поливать но работать я в такую жару не могу поэтому сейчас сяду в домике вышивать взяла с собой эсмеральду для того чтобы вам показать насколько я продвинулась за неделю я же обещала в конце видео сравнить сколько я за неделю навышивала это у меня не дорожный процесс взяла только для того чтобы снять финал потому что если я сейчас не сниму то вы еще несколько дней не увидите это видео а мне нужно его смонтировать и выложить здесь я вышиваю матрешку я уже показывала вы ее видели не раз вот столько я вышила буду сейчас продолжать выпорола я вот этот цвет желтый который меня смущал я ошиблась и вышила по ключу все правильно чтобы он меня не раздражал правда вот по моему здесь пару крестиков остались очень сложно было выпарывать где они разбросаны потому что когда они были кучкой видно было какой цвет а вот где разбросанные крестики в перемешку практически было не видно и очень сложно было выпарывать ну ладно в общем теперь уже как получилось так получилось я вышла сейчас на улицу и вроде вижу чуть-чуть пару крестиков осталось что ли ну не знаю ладно все равно лучше чем было так ну вот она моя эсмеральда смотрите насколько я уже продвинулась я сейчас вам фрагмент из начала видео поставлю чтобы вы смогли сравнить сколько было в начале недели мне кстати тоже интересно никогда я вот так не сравнивала чтобы посмотреть вот вы видите то что было в начале недели и то что сейчас получается что я где-то вот так да это ну одна треть вот здесь еще кусочек вышить ну точно вымерять не буду в процентах это не так важно ну в общем вот за неделю то что у меня получилось вышить причем неделя у меня была не особо вышивальная у меня было много других дел запланировано семейных но в общем все равно я считаю продвинулась нормально на этом я вышивальную видео о вышивальной неделе заканчиваю сейчас иду в домик вышивать и готовую матрешку вы уже увидите скорее всего в следующем видео я надеюсь что мне удастся повышивать как раз из-за жары вот хотя нужно полоть огород не знаю не знаю пока не знаю что я буду полоть огород в такую жару или вышивать но ладно это не так важно все подробности о нашем огороде вы можете посмотреть на моем канале солнечный цветок и влоги можете посмотреть на канале жили были если вам интересно наша жизнь помимо вышивальной рукодельной то все другие ролики есть на моих двух каналах спасибо вам за просмотр не забывайте подписываться на канал всем желаю удачи с вами была Инесса пока 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 пока